По поводу помощи близким людям, когда они вроде как принимают, стремятся к развитию, стремящихся к человеку, но когда у них сложный период, им очень сложно помочь. Вот у меня муж, в прошлом году у него началась ситуация очень тяжелая. Вы неправильно распределяете силы. Вы очень сердобольный человек, у вас противоположная ситуация. То есть вы всю свою энергию отдаете мужу и теряете себя. То есть вы сгораете помощь. Это неправильное мышление. Можно даже вообще ничего не делать для близкого человека, просто молиться за него и помогать. Вот допустим, у меня сейчас один из родственников ушел из жизни, ему уже ничего не сделаешь. Им надо просто за него молиться. И молиться в радости, а не в печали. И тогда это помогает лучше. Но вы погружаетесь в человека, в его атмосферу, в его жизнь. Не восстанавливайтесь, не копите силы, и в результате вам тоже становится вместе с ним хуже. То есть вместо того, чтобы вытаскивать из болота человека, вы погружаетесь вместе с ним в болото. Как не погружаться? Для этого вам нужно понять принцип. Да, спасибо. Принцип победы над судьбой означает восстанавливать свои силы. Вы принадлежите этому человеку, вы должны им помочь. Вам нужно заниматься своим здоровьем. Молиться, желать счастья. На это тратить достаточно много времени. И передавать настроение этому человеку. Не бегать, не прыгать за ним. Передавать ему настроение. Я не стараюсь, но не всегда получается. Значит, нужна дистанция. Перестать зависеть психически от него. Если он вас оскверняет, не оскверняйтесь. Для этого нужно перестать ждать от него счастья. Счастье искать в приводных, добрых, друзьях и Боге. И тогда вы сможете помочь человеку, когда вы станете сильной, независимой внутренней. И вот зависит, значит сам болото есть. Спасибо большое.